Золото Южкаролинского турнира Уехала на Украину. В столице Морел завершился международный турнир по теннису, победителем которого стал украинец Денис Молчанов. Кроме того, во время проведения соревнований руководители Всероссийской Федерации обсудили в местном Минспорта перспективы развития этого вида спорта в республике. Денис Молчанов Обсуждают в местном отраслевом министерстве перспективы развития этого вида спорта в регионе. Мы сделали необходимый важный первый шаг, то есть бросили искорку теннисную, из которой хотим, чтобы теннисный костер разгорелся. То есть идет турнир, приходят люди, есть интерес к теннису, он увеличивается. Теперь надо вот этот интерес как-то организовать. Речь может пойти о том, чтобы создать отделение детской спортшколы или спортшколу или организовать здесь филиал теннисной академии, которая у нас создана в Казани и уже начала работать. То есть сегодняшний приезд не только турнир, но и наши планы на будущее. А несмотря на то, что большой морийский теннис все-таки дело будущего, в нынешнем турнире честь республики отстаивали сразу двое спортсменов. Выступили, как это принято говорить, достойно. Однако до финалов, что в парном, что в одиночном разрядах не дошли. А это уже финал в одиночном разряде. На корте двое победителей парного разряда. Россиянин Михаил Бирюков и украинец Денис Молчанов. Накануне они сражались бок о бок и выиграли. То сегодня играют друг против друга. Вот такая ирония судьбы, которая сыграла злую шутку с россиянином. Выложившись на все сто вчера, в этот раз Михаил не смог оказать достойного сопротивления сопернику. Ехал только за победой, но было очень много достойных соперников. Я ко всем играм подходил на полной выкладке с максимальным настроем. То есть я думаю, что результат показал довольно неплохой. В итоге дважды победитель Денис Молчанов увез из Мариел сразу два кубка, а в придачу часть призового фонда, размер которого 15 тысяч американских долларов. Другая же часть в разных пропорциях была поделена между остальными теннисистами, дошедшими до финального розыгрыша. Денис Молчанов, Украина. Победитель выказается в том, что вам внимание у диплома с соседой аместра международного турнира Мариел и Кубок Республики Мариел. Меж тем, несмотря на многие домыслы и разговоры, теннисные турниры Кубок Мариел в Республике будут проводиться и в дальнейшем. Мало того, речь идет о создании еще одного подобного соревнования. Мы не можем Кубок Республики отменять. Мы еще здесь и объявим Кубок Главы Республики, Лидович Маркелов будет. Не только Кубок, а вот еще и Главы Республики Мариел Лидович Маркелов тоже будет международный турнир. Поэтому мы все делаем для того, чтобы популяризация тенниса в Республике развивалась. Итак, теннисисты-мужчины разъехались, но обещали вернуться на четвертый турнир ровно через год. А уже осенью в теннисном дворце международный турнир по теннису уже среди женщин. Субтитры создавал DimaTorzok Знаете их песни? Да! И... 15 марта в 18.00 Блиц-ФМ отмечает свой четвертый день рождения. Стоун Клаб. Нам 4 года. Специальные гости. Пилот. Конец фильма. Справки по телефону 204312. Частное издательство «Телерадио» выпустило в свет подарочное издание стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным». Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42 28 28. Субтитры создавал DimaTorzok Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Информационная служба ТВ